И всем здравствуйте! Время пришло новинок, и мы вам их покажем, но мы боимся, их будет не так много, как там хотелось. Мы найдем. Друзья, привет! Мы снова в Нижнем Новгороде. Кто случайно попал или по рекомендуемому на наш канал, хочу представить. Меня зовут просим Татьяна за операторским пультом мой супруг. На какой пульт? Камера. За камерой. Мой супруг просим Дмитрий. Мы из города Саранска, являемся действующей службой доставки. Более 11 лет. Будем смело говорить. Почти 11 лет, еще месяц нам остался до 11-летия. Не торопыжить. Я про официальный, про официальный. Вот, друзья, поэтому мы обладаем экспертными знаниями и знаем о товарах икея очень-очень много и готовы с вами делиться. Мы, в общем, в принципе, не планировали снимать новинки, но пройдя по магазину Дима говорит, так, ну смотри, вот новый, вот новый. В итоге решили снизить. Их немного, но они есть. Да, пойдем. Смотрите, появляется новая серия Lomar. Очень красивая, мы ее давно ждали. Вот сейчас мы будем смотреть, Дим, вот этот шкафчик, вот этот вот, за 20 тысяч. К сожалению, пока выставка еще не полная. Начнем с малого. Смотри, прежде чем мы начнем показывать шкафчик, в серии, скажу, очень достойный. Смотрите, в серии есть стеллажи. Очень на лиатор похожа. 11 тысяч. Цвета два. Светло-бежевый, темно-синий-зеленый. Темно-синий-зеленый тоже покажем, очень красивый. Вот эти шкафчики мы покажем. Потом, смотрите, тумба под ТВ 22 тысячи. Шкаф со стеклянными дверцами 27 тысяч. Очень стильно смотрится. И просто шикарнейший письменный стол. Но судя по тому, что есть ряд мест, возможно, уже его и добавили в ассортимент. Значит, 20 тысяч. Шкаф светло-бежевый. 102 на 101. И глубина 50 сантиметров. Максимальная нагрузка 20 килограмм на внутреннюю часть и 23 на ящик. Смотри. Раз полка, два полка. Три полка, четыре полка. По факту 5-6 дно тоже используется как полка. И очень хороший выдвижной ящик. Давай разбираться. Во-первых, это ДСП с полиэфирной краской, с покрытием. Смотри. Очень красиво. Вот все как будто обтянуто. Но при этом ощущение... Нет ощущения ДСП. Ощущение массива. Просто покрашеный краской. Краска дает свое преимущество от шпона. И от шпона, и от пленки. Значит, полки. Здесь, ребят, крепко все закрепили. А каждый полк может регулироваться. Это били. Это били. Практически, да. Крепление от били. Так, давай по петлям пройдемся. С плавным ходом. Закрываем. Да-да-да. Может смело прям. Да. Как надо. Очень красивые металлические ручки. Это унаследовано было от ПАКС. Да. Петля. Вторая половина точно такая же. Дальше ящик. Ящик у нас на внутренних, как у дорогих ящиков ПАКС-топорах. Я его не смогу достать. Он спрятан. Я тоже не подлезу. Вот здесь, который... Ну, я попробую. Как-нибудь попробуй. И главное, что данная серия, ребята, она вся на нож. Так, если она более тяжелая. Так, сейчас попробуем. Маги монтажа. Вот у вас. Камера теперь вот на что способна. Я себя там вижу. Есть же это ребро жесткости посередине, чтобы не увалилось. Не посередине, по краям. Посередине металлическая планка. Нет, вот раз. По две даже. Я просто в камеру не вижу. Дведем. Поэтому посмотрим, как будет эксплуатироваться. Но если вдруг кто-то уже успел цапнуть, пишите. Так, пойдем серо-зеленый покажем. Так, у нас есть крепление в теле. Да, они изнутри прикрепили. Изнутри есть? Есть. Серый-зеленый показывает. Что сходу стоять? Я по камашечку 11-го нас не вовстали. Мне здесь говорить нечего. Покажи, пожалуйста, цвет. И поближе. Ну, прям вот ретро-ретро такое, да? С золотом очень красиво сочетается. Дим, покажи, пожалуйста, поближе фактуру. Сложно передать, потому что она все это однотонная. Был бы какой-то рельеф. Или чтоб подбегал. Был бы более-менее цвет. Вот, вот, поймал. Ну, мы в редакторе немножко. С это корректором немножко. Сделаем более реальный вид. Татьяна Павловна влюбилась в новую серию. Ее не оторвать, буквально. И прямо говоря. Так, письменный стол Ло Марп на 11 тысяч. Значит, в нижнем живет в 28-м ряду. 90 на 54. Глубина 50... Да, 90-54 на 90. Ребята, офигенные, смотрите. Девчонки, его, кстати, можно как туалетный столик взять. Он очень красивый будет смотреться. Дима, покажи, пожалуйста, внутряжку. Очень удобно стоит выставочник наверху. Ящик. Ага, вот. Подсровода. Давайте мы опять камеру. Вот, покажи все, а я сейчас покажу снаружи. Здесь очень хорошо прячется проводочке. А, ну, тут крепление на дурака. Тут оно универсальное. Ножки вы не перепутаете. Укрепление, потому что оно повторяет зеркально. Да, оно зеркально повторяется. Поэтому собрать данный стол вообще не составит никакого труда. Кстати, идем, покажем. Вот эта вот внутренняя панелька. Она закрывает как раз ящик под провода. Очень удобно. Выхода в два. То есть независимо от того. Так, она глубоко, я просто не видел. Вот, смотри. А, она как раз вот это опускается. Да, да. Вот она, вот половине ее нижней. Вот, смотрите, видите, вот это нижняя плавочка. Да, вот, в принципе, вот рука опускается вот до этого уровня. Через дырки провода пропускаются. Вот здесь дырки, вот где-то показывал их наверху. Прячется здесь и очень удобно закрывается. Это прям мечта, мне кажется, для мужчин, когда вот так все можно спрятать. Ну, это для перфекционистов, скорее всего, будет шум. Когда все провода спрятаны, ничего не мешает, со временем я таким становлюсь. Очень красивые, с боковой, как бы, ну, закрытием, такое, знаешь, уединение у стола. Мне очень нравится, прям. Я хочу такой. Вот. Вот, дорогие друзья, мы плакали, плакали, думали, все, мы окончательно распрощались с этой серией. Она вернулась. Кстати, на канале есть обзор подробный по этому креслу. А это кресло было наше, и оно до сих пор живо. Да, единственное, что, ну, кресло сколько лет? Десять, наверное, у него стало в этом году трескаться вот эта поверхность. Оно трескаться начало вот, где небольшой изгиб, улица идет, вот, вот эта часть. Оно стукалось об стол. И до сих пор трескаться. И мы переживали, потому что ребенку очень нравится. И второй такой же просто не было, ну, тупо не было. Черная, белая, в эко-коже стоит по 9 тысяч по местам. И есть еще серая в ткани, 8 тысяч. Это вообще новинка. Висла ткань себя очень хорошо показала. Дай-ка я присядусь. Ну, ничего не поменялось. Я, скорее всего, думаю, что он полегче стал. Полегче? Ну, по моим ощущениям, ну, это по памяти, мне кажется, он черный потяжелее был. Самое, саму крестную. Более пустое, боль пустое. Намного легче. Я вот так дома легко не могу поднять. Самая сидушка, она более пустая. Более пустая. Вот здесь. Вот как ты думаешь? Более пустое, более бумажное, да? Да, даже интересно по весу сравнить. Но более легкое однозначно стало. Вот, я не знаю, почему это не обозначено новинкой, но в нижнем этого стола не было. Тумарют. Кстати, что классно, столешка продается отдельно, подстолье отдельно. Сейчас по феймели. Цвет очень красивый. Вообще, сочетание их несколько. Столешница антрацит, белый дубовый шпон, подстолье белый антрацит. То есть, можно миксовать. Размер 130 на 70. Почему на нем застряло внимание? Таких столов по размеру я нигде больше не встречала. Чтобы было 130, обычно 120 и 70. Это как раз тем, кому, например, лимона не хватает, а какого-то другого стола много. И, ребят, просто он нас очень хорошо себя зарекомендовал. Подстолье металлическое. Столешница неубиваемая. Люди берут на кухню. Закрыл скатертью и не видно. Да, прозрачной скатертью. Ну, кто с чем-то закрыл, может даже не закрывать. Очень красиво. Белый вполне кухонным смотрится. Пойдем дальше искать. Так, друзья, мы в отделе кухни решили показать ручки. Как-то у нас никогда руки до них не доходили. А, кстати, напишите-ка в комментариях, вообще актуален обзор по ручкам отдельный? Ручки, сразу скажу, прям по опыту. И личного использования, и использования наших клиентов очень достойные. Но у меня опыт был, пока бы не дошли до новинок, с ручками, я находил аналог, похожий на икеевский. Помнишь, для кухни, да, Альбор? Ровно цена была, не соврать, ну, даже в три раза дешевле. И ровно так же они развалились. Но через месяц они все облезли. Потом плюнули, купили оригинальные, ну, как оригинальные, икеевские ручки поменяли. И они живы по сей день, поэтому... Так, а поэтому поехали рассказывать. Значит, 16 миллиметров, 1,6 сантиметра, получается, бронзовый цвет. Но, на самом деле, она такая прям коричневая-коричневая. Не дала. 250 рублей. Ручки, кстати, продаются все по две штуки. По-другому вы их не купите. Цинк, эпоксидная, полиэстер... полиэстерное покрытие. И вторая ручка, значит, она у нас почти 15 сантиметров, 154 миллиметра. Вот она. Этими ручками не только можно кухню одеть, ну, и переиграть комод. Да, любой комод апгрейдить. Пойдем в другую. Да, потому что верхний ящик, я вот предполагаю, можно на маленький, а нижний. Большие, вот на такой. Давай вот это покажу. Деревяшечка. Деревянный, очень красивый, стильно смотрится. Винэ-не-сет. Забугайте мне цену, пожалуйста. 300 рублей за две штучки, 150 рублей за ручку. Дерево нет, название. Бук. О, согласен, да? 3,7 миллиметра, 37 миллиметров, 3,7 сантиметра, почти 4 сантиметра диаметра. 4 тысячи, стул Хари с тканевой обивкой, она съемная, скорее всего. Есть аналог, но подороже. Сейчас будем разбираться. Береза, обивка, бликенги, белый. Съемный чехол можно стирать в машинке. Высокая спинка. Покажите, пожалуйста, Хари. Кстати, неплохо будет к письменному столу, к туалетному столу, к деревчику. Плотная или ткань? Ткань плотная. Потому что я смотрю, она немножко дерево просвечивает. Хочу снять. Жалко, что только белое, потому что такой пачкучий цвет, и ткань сама очень неплохая. Она небольшой, она прилипает, собирает темные катушки от одежды. Вот что внутри. Спинка тоже мягкая, поэтому если что-то менять, то без чехла его использовать не получится. Потому что эта ткань наподобие вот, ну, как такой, вот, необивочный, да, подкладочный. Ну, интересно. Если еще Икея нам предоставит разные чехлы, то будет совсем интересно. Так, теперь давай разбираться, что почем и где живет. Массив березы. Сиденье пенополиуретам, кстати, очень плотное. 35 грамм на кубический метр. И хлопковый чехол. Протестирован до 110 килограмм. Ширина 48, глубина 50, высота 96. Ширина сиденья 48, глубина 30, высота 47. Стирать в стиральной машинке можно. Так, друзья, у Ингольфа апгрейд модернизация с обивкой теперь. Значит, коричнево-черный. Имеются другие цвета. Другие цвета сейчас мы найдем. Если они у нас представлены. Стало стоить теперь 4 тысячи с обивочкой. Ну, единственное теперь, что... Если, например, кому-то нужны красные или синие подушки, уже не поменять. Чехол несъемный от слова совсем. Поэтому, если вы его засрали, запачкали, извиняйте. Придется химчистку вызывать. А так точно такой же Ингольф. Ткань, кстати, интересная. Такая вот под Рогожу. Ноль-Хага. Серобежевый. Как тебе Ингольф со встроенной подушкой? Главное, чтобы не вывели без встроенной подушки. Потому что чисто просто Ингольф стоит 3 300. А такой стоит 4 тысячи. То есть 700 рублей вот это вот. Ну, с подушечкой он по интересу смотрится, однозначно. Так, я уже вижу Ингольф в цвете Морилка Атик с подушкой. Кстати, хочу тебя огорчить, что подушка точно такого же цвета, как и у... Как у какого, как у черного. И по пути мы сейчас еще два новых мягких кресла посмотрим. Вот он. И, кстати, вот и стульчики напротив тебя тоже. С новым оттенком уже. Не совсем новинка, а недавненько мы их как-то уже показывали. Так, в общем, теперь у нас есть разные варианты Ингольфа, как уже душа захочет. Пойдем покажем. Вот тут два варианта кресла. В эдбуме другое показывали в прошлый раз. А появились еще. Тос Сберг. 12 тысяч стоит. Искеточку можешь показывать? Да, мне тут, во-первых, через баррикаду пролезть. Ничего не поломав. Так, оно металлическое полностью. Здесь у нас резиновые стопорки, чтобы оно не скрипело. Так удобненько. Но смотри. То есть человек, который больше, чем вот максимум сюда 50-го размера попа залезет, уже дальше не залезешь. Скажи, что я уже не залезу в этот... Попробуй. Нет, я не буду рисковать. Боишься, что мы тебя не вытащим? Ну, вместе уйдем. Так. В эдбум еще один появился на буковых красивых ногах. Вот с таким съемным попой. Вот с этой съемной попой я бы просядил. 12 тысяч. Ну, понятно, сюда любой. Сюда и дурак присядет. Очень удобно, да? Да, удобно. Очень хорошо проваливаешься, прям вот как надо. Но опять же, если ты больше, вот эти березовые бока... Что их назвало березовыми, не знаю. Вот эти бока будут тебе врезаться в попку. Хотя ты ногами не достаешь до них. Ну, да. Нет, я не достаю, но если кто-то очень большой. Ну, кто очень большой, на все врезает. Кто очень большой, да, тому надо уменьшаться в объемах. Так, еще одна новинка в черно-коричневом цвете. Эгельстад. Он у нас из массива березы. Сидушка здесь Юстина. 1700 всего стоит. Очень ледненький стульчик. Ну, это, скажем так, аналог Стефана, да? Ну, есть из чего выбор. Сейчас, в принципе, черно-коричневых стульчиков уйти более чем достаточно. Но деревянный стульчик дешевле, чем за 1800, не купить. Прям ногти. Пойдем сразу к подушечкам. Ты проползешь? У Юстины появились новые цвета. Но, согласись, более интересные, чем старые. Рисуночек более выраженный. Вот этот вот цвет очень красивый. Стоят они также 999 рублей. Вот этот, я думаю, будет очень популярный. Ну, к этой серии я никогда не питал теплых чувств. Я больше любил малинду. Малинду. А почему-то не питал теплых чувств. У нас были такие подушки после стирки. У них чехлы стали косоватыми. Поэтому, как вот с этим, мы больше не тестили. Но клиенты берут, берут постоянно. Даже многие гостиницы в нашем городе заказывают именно вот эти подушки. Им нравятся. Поэтому, возможно, мы просто как-то не соблюли что-то. Идем дальше. Я тут прибираюсь, а кто-то уже снимает. Хотя Павлу повезти, начинаем тянуть на туалетные столики. Значит, урала скорая весна. А муж не покупает. А стол сюфде, но, девочки, ну, потому что мальчик, наверное, мало актуальной информации, хотя могу ошибаться. Он был в продаже. Его уводили, вернули обратно. 100 на почти 50 сантиметров, на 48. Стоит он 10 тысяч рублей. Высота у него 78 сантиметров. Два таких хороших ящика. Причем ящики, Дим, на вот таком внутреннем встроенном крепеже. То есть, что это значит? Они не вывалятся, и они бесшумные. И второй большой ящик. Дмитрий Юрьевич, ты благоволите? Эх, сколько тут красок-то можно подопрятать-то от мужа. Больше даже, чем сам стол стоит. Ага, тут вообще целую батарею можно всякошечных штук делать. И вот эта вот стеклянная столешница с тормозочками вот этими тоже входит в комплектацию. А столик у нас стандартный из ДСП, акриловая краска, бумажная пленка. Хемнесс или этот стол? Что ты скажешь? Больше влезет. Нет, ладно, давай без этого. Больше влезет, а просто какой лучше? А все зависит от того, какой дизайн помещения. Потому что здесь все-таки резные ножки. Это больше подходит под либо классику, либо прованс. Вот это пишет, в принципе, в любой интерьер. Поэтому вот так. Это ответил тогда? А? Это как ответил, да? Так, мы тут спорим, какой шкаф-довый тут подходит. Что нам в итоге жить? Значит, смотрите. Вместо линейки стула к нам пришел смостат. Смостат. Он на базе обкуса. Что это значит? Каркасы обкуса, регулирующиеся ножки обкуса, крючки и штанга для платяной штанги обкуса. Все обкус, кроме дверей. И еще к ним теперь продаются очень красивые ручки. Вот эти вот железные ручки Берпипа. 130 миллиметров белый полукруг. То есть все вместе 2,60 получается 250 рублей. Очень красиво. Можно обгрызать любой шкаф. Смотри, чем отличается, например, от обычного обкуса? Все закругленное с точки зрения детской безопасности. Вы можете сделать то, как удобно вам. Вот сюда же еще дизайнеры приспандорили новое зеркальце Handic за 400 рублей. Очень удобно, когда малышарик совсем мелкий. Ну да. Вот такая комбинашка стоит 7 900. Я считаю недорого. Мне кажется, детям некогда в это зеркальце смотреть. Ну, может, каким-то и есть когда. Кстати, сразу хочу сказать. Эту серию у нас еще пока выставляют. Мы сейчас кое-что покажем. И будем делать, ребята, отдельный обзор. Сравнивать эту серию от и до смотреть. А пока так. Познакомимся. Пока, да. Рядышком мимо пробегаем. Это, ребята, вам не стрелочки. Это вам ручки. Это ручки, да. 300 рублей, где стоит комплект. Из двух стрелочек. 141 миллиметр. Ручка называется Ernst Parf. Вот такой вот шкафчик. Кстати, это крючки. Класс. Тут штанга, да? Да. Одежка. Скажите, я хочу такое в 35-й ПАКС, да? Ну-ка, расскажи. Я подумаю. Скажи. Я с тобой не разговариваю. Модуль с выдвижным ящиком стоит 11 тысяч 990. 10 960. 57 на 196. Там что-то показывает. Блин, ну реально удобно. Здесь всякие крючочки. Таких можно снять и использовать. Сложим на колечку. Получается, да. Преимущество этой камеры включим. Ой, на стрелочке, конечно, это прям. Закройте, пожалуйста. И шорос. Вот покажи линейку стула, то что осталось. Да, дверки. Ну, большой разницы. Нет, практически точно. Палец толщиной. У стула сразу были устроены ручки, и ты уже не мог ничего с ними сделать. Здесь же очень классно. Ручки можно любые. То есть дети выросли, ты ручки поменял, он другие. Да, собственно, разница, я не вижу, кто-то. Особенность-то я не вижу, кроме ручек. Кроме названия. Так. Значит, пойдем покажем, что у нас, какие цвета вообще есть у смастанда. Смастанд, ребят, теперь помимо ярких и веселых розового и такого, да, красивой бирюзы, есть еще, пожалуйста, березы. Кто хочет сразу более взрослую комнату сделать, пожалуйста, вот такая дверь очень хорошо будет и с паксами сочетаться. Серый тоже очень красивый. И даже есть черный антрацит. Подозреваю, что он графитный, и на нем можно рисовать. Да, рисовать на нем однозначно можно. То есть дверцы можно использовать еще и по-любасу. По-любасу. Видишь, пока еще у нас старая линейка висит стулой. Поэтому, ребят, как только появится, мы сразу снимем. Пойдем еще покажем. Штучку очень интересную. Полка для игрушек. Бергитт, а подставка витрина для книг. Тра-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та. А я бы игрушку сюда спорвал. Еще и ящик в движной. Игрушки достаточно. Нет, интересно, 6 тысяч интересная штучка. Где мы сделали, да? Не, не надо. Мы лучшую купим. Так, а ты название-то показал? Что-то мы так это вдохновились. Уже у каждого в голове своя картинка рисует, что нам домой надо, да? Да, каждый уже в своем зале живет. Да. А с Мастан, смотри. Ручки есть еще, оранжевый полукруг. Кстати, тоже интересно, можно на таком расстоянии. Ну тут можно смотреть, сделать ее кругом и... Или поиграться. Или поиграться. Ой, смотри. Здесь тоже вешалка. Выезжает, нет? Нет. У меня такое чувство, что выезжает, нет? А, металлическая. Ну, мертво. Просто сверху я не понял. 7200, вот такой шкафчик. С корзинкой. В принципе, на первое время вещи ребенка есть куда убрать. А вообще, у меня такое ощущение, что здесь дополнительная панель сверху. Потому что так шкафы не выглядят. Сейчас посмотрим. Корзина, ножка, штанга, двери, крючок. Верхняя панель для модуля хранения 900 рублей. Смотри, без верхней панели это так выглядит. А с верхней панели более закрытый красивишко. Удал. 900 рублей вполне такая логичная цена. Но я надеюсь, что следующий наш приезд уже здесь будет все красиво. И мы сможем вам прям полноценно всю эту серию показать. Поэтому идем дальше. И застреваем. И застреваем на месте. Ура! Разрешили, сказали, можно. В общем, появились новые бутылки. Прозрачные стоят 149, как и стоили. А вот белая матовая стоит 200 рублей. И вот эта вот этикеточка Икея. Покажи еще. Это не пленочка. Это бутылочка. Это бутылочка. Она не снимается. Чем удобно? Хороший крепеж. Ну, так плотно завинчивается. К рюкзаку, к велику. Удобно пристегивать за карабин. Зачем походка? Я и знаю. Сомнительно. Это приблуду. Где-то в районе в черте города. Да, не более. Белая матовая. Гравировки нет. То есть нельзя понять там, да, сколько чего осталось. Пытаюсь найти объем. 250 миллилитров, по-другому, больше. Кстати, объем на бутылочке. Может, 0,5, кстати. Как будто пью, как бутылочка пьет, похоже. Кстати, в мире взрослые мужчины бутылочками пьет. На что еще у нас 0,5 бат? Бутылочка лимонада? В общем, объем не написан. Надо потестить. Да, 500 миллилитров на попе написано. Хала-с-алмаз, не обманешь. Так, пакетики из ТАД. Новые рисунки. Ну, просто топ-новые рисунки. Вот с таким вот розовым цветочками вместо синих. Синие распродали по распродаже по 19 рублей. Теперь пришли розовенькие по 69 рублей. 0,3 литра. Так, пойдем в ту сторону переместимся еще. Большие пакеты 2,5 литра 149 рублей за 25 штук. Чем хороши и статовские пакеты? Мы сейчас вот часто мотаемся, да, везде. Вот, допустим, сейчас мы в Нижнем. Через неделю мы в Тольятти, потом в Москву. Что я использую? На Сакеевский чемодан обычный по 1300. Вот эти пакеты я складываю в шампуньки, мыльный рель, закрываю, кладу в чемодан. А чем удобно из чемодана, они квадратненькие и небольшие. Нам вот по дому чемодану, Статьяна Павловна, на 3 дня за глаза. Да, ну даже и на неделю хватит. Литрушки по 79 рублей. Рисуночек вот такой голубой, где стоят темноваты снимать. Вот все хорошо. Вот такой рисунок будет на пакетиках. 79 рублей стоят пакетики. Ребят, в общем, это тот же и стал. Вот за 79 рублей 25 штук, а вот за 149 рублей сразу покупаете 60 штук. Здесь и литр, и 0,4. Но это удобно, кому, например, маленькие не нужны, нужны вот такого размера. Ну, просто, скажем так, Икея разделила линейку. Ну, поварская жизнь меня не приучила к пакетикам. Почему? Нас учили больше контейнеров. И готовить сразу помного, да? Лошадка вот. И Гугоши теперь в Икеа появились. Я вчера в Инстаграме в сторис выкладывала. 59 рублей. Розовое-оранжевое. Сына Аббекат. Название. Могли бы и попроще назвать. Ну, да. Для такой губочки слишком крутое название. И цвета как-то не такие бешеные, потому что таких бешеных цветов можно в любом магазине купить. А что бы ты ни потеряла? Да, что бы ни потеряла губку для матья пособия. Значит, вот это у нас получается полуспиралька. Здесь плотное вспененное. Здесь более пористая. Цена одинаковая. Разница в цветах. Ну, если хотя бы это... Придублю хотя бы икея губка. Ну, да. Вырисованная. Нет? Не знаю. Для меня вот по 69 рублей серенькие, и они в глаза не бросаются. Ну, теперь мы можем полностью рассмотреть сие продукт. Да, это столовый набор Тилгат из нержавейки. Золотой. Самый дорогой столовый набор в океане. Стоит 6 тысяч рублей. Почему мы были цена? Потому что мы по прошлым новинкам их показывали, но не было ценами. Его, кстати, нельзя в магазине взять руками. Его только через выписку можно оформить. Какой шесть. Нержавеющий сталь металлизированный. Ребята, я не знаю, за что такой дешевый ценник. Очень дорого. Но в других магазинах... У меня больше он будет темнеть. Не знаю. Это интересно. Кто, кстати, уже цапнулся от тарафора. Расскажите, как вам? Так, в принципе, классические формы, классические изгибы. Ну, что-то дороговато. 6 тысяч, мне кажется. Муж, ты как считаешь? Я считаю. Лучше за эти деньги что-нибудь другое купить. А Беринген... Этого вот этого как раз Марторп, его давно нет. Он очень удобный был. У него была дополнительная десертная вилка. Это единственный набор с десертной вилкой. Новинка. Сидушка. Бремон. Бирюзун показывали в январских новинках. Но, кстати, стоил он тогда 79 рублей, а сейчас стал 199 рублей. Такое ценообразование. Это бежевая. Ребята, она и для улицы. То есть здесь такой кусочек хорошего прорезиненности. Внутри 34, 34 на 1. То есть это одна из самых тонких подушек. Ну, тупо защитить, чтобы можно было. Чтобы не на холоднике. Кого защищает-то? Попу. Подожди, а вот это что за подушка? Вот я не помню. Кстати, кто постоянно смотрит наши новинки? Скажите, мы вот эту подушку уже показывали или нет? Потому что у нас прям вылетело из головы. 250 рублей гердис. Вообще без каких-либо крепежей, стопоров. Просто кусок просроченный. Смысл тот же самый, как про предыдущий продукт, но он только прошит. По полу, то есть он такой же, нет? 1,8. А там? Не помнишь? А там 1. Здесь 37, 37, там 34 на 34. В общем, какая-то спорненькая новинка. И вот Хелви лучше взять за эти деньги. Хоть попи мягенько. А Малинда еще лучше. Ой, а Малинда новые цвета появились. А где они у нас? А у нас о них шиш, потому что Малинда появилась серая. И Малинда еще какого-то оттенка. Какая вкусная картинка тут разнообразит цветов. Нету. У нас еще не все у нас. А в наличии. У нас подушечка вот в точечку. В какую точечку? Вот она, в точечку. Мы ее в январе еще показывали. Какая-то злопамятная. Я вообще все помню. Представляешь, вот все. Мне вредить нельзя. Я вспомню. Это мы показывали. Эту линейку мы сняли отдельный обзор. Она уже вышла на канале. Да. Вы можете ее уже посмотреть. Нового не появилось ничего. Поэтому начальство Икеи позор вам. Так, дальше. Кран сборы. Очень хорошо в девичью спальню. Либо девочке подростку. Либо, ну, такого возраста, как наша младшая. Семь лет они любят такой вот розовый, нежнятина. 599 рублей 40 сантиметров. Светло-розовый. Бархат под санеллу, под шторы, но более тонкий. Здесь две пуговички. Дима так это, учтиво промолчал. Да что ты теперь скажешь? Подушка, наверное, в Африке. Подушка. Смотри, как интересно. Это вообще ткань. Ултс рот. Новая. 150 сантиметров ширина ткани. Все турецкие идут. Метр 50 на метр стоит 500 рублей. Вот такие получились интересные вестения шнуры. А почему бы и нет? Имеет место быть. Красиво. Давайте текстурку покажем, попробуем. Ублизь кто-то. Я ведь иду новинку. Не просто иду, я ведь новинки выглядываю. Смотри. Новые шторы с интересным рисунком. Но как бы нам его показать? Буквы запятые какие-то. Ну, в общем, это на покажем. А на коробочке нет такого вот она. Вот она, коробочка. На ней непонятно вообще. Вообще непонятно. Полуовальчики. Кстати, смотри, что Икея новая придумала. Вот такая табличка, где вы можете понять. Это полный блэкаут, это частичное затемнение, среднее, это полупрозрачное. Значит, шторки у нас. Рио-деск, 145 на 3, полиэстер, 90% переработанного материала. Здесь, получается, соединены две фактуры. Вот такая. И вот такая. Тихо-тихо-тихо, очень близко. И вот как-то бы рисунок. Какие-то запятые. Так, дальше еще новые шторки. Осабрид 4500. Кстати, а на некоторых нет вот такого. Ребят, давайте вот на всех, чтобы так было. Очень удобно для покупателей, на самом деле. А это опять же от производителя зависит. Ну, вот, допустим, здесь вот есть этикетка затемняющая гардина. Кстати, и та, и та новая шторки на шторной ленте, то есть не на люверсах. Рисунок. Дима показал? И давай я как-нибудь, что смогу, фактуру покажу. 4500. Так, это показываю. Показываю. На соналку похоже. На соналку мы показывали, когда все шторы снимали. Просто, ребят, имейте в виду, когда вот Икея часто вешает вот такое, вот это, допустим, вот эти шторы уже даже в распродаже побывали. Икея почти полгода, даже порой больше вот эти кружочки весят. А вот это точно новое. Так, давай я не буду показывать цену. Интересно, сколько они стоят? Тоненькие. На мой взгляд, или как? Вообще, как ты считаешь? Полиэстер. Здесь они на шторной ленте. Нет, я могу шиваться. Ну, ты почти попал, 1800. Ну, примерно так и есть. Ну, такая вот какая-то не сильно опрятная тряпочка. В пачке-то хоть есть? Вот они. Кстати, в упаковке не смотрится более благородно, чем так. Либо их здесь не доотпарили, и они форму свою не приняли. Мне просто, я хотел недавно купить полстовку примерно такого же расцветка, так и с красными полосками, потому что я не дала, поэтому... Мне решила, ну, почему я не дала? Я просто сказала, что это будет как матрасов. Плохо носиться и недолго. Вот эти шторы. Ну, я съехала с темы. Удачно. Те шторы просто попалась. Че? Кстати, вот, может быть, обдам в кому-то не подойдет эта белая с кремовым? Можно подумать. Яйцо. Тихо, не ломай. О, Господи, смотри, какая красота! А может и под колечко? Нет? Хочешь? У меня одно колечко обручальное больше не нашел. Или под нашу медальку? Можно под... А у нас в нашем медальке в другом наши награды от Сибири, наши эти ордена золотые. А где это? Стыбрили, что ли? Ой, как красиво! 800 рублей. Рот фрога. Яйцо коричнево-серый-белый. А вот тоже, кстати, это можно в качестве подарка ввел. Да, каменная терапия. Именно внутрь можно что-нибудь положить. Драгоценное. Красиво очень. Конфетку, например. Драгоценное. Напуганный Дима за камерой? Иди сюда. Я скоро тебе усик-то буду. Посидел уже. Витаминами кормлю, чтобы седины, кстати, не было. Имейте в виду. У нас Дима восстановил полностью. Мы когда с ним познакомились 14-15 лет назад, он был с сединками. Сединки пропали. Я его правильно кормлю витаминками. Да потому что жизнь какую-то. Молоко смятана. Съемки. Съемки. Ну, это, конечно, благодаря Сибирианвелл. Кстати, кому интересно, переходите на наш второй канал. Ну, давай. Ульвида новый цвет. Смотри, какой красивый. Оранжевый. Вообще, я очень люблю Ульвида, ребят. Красно-оранжевый. 1200 стоит. Размер 240 на 260. Почему люблю Ульвида? Это хлопок. Но здесь добавлено 15% Лиацела. И поэтому они очень хорошо износостойкие. Еще, Дима, пойдем. Я очень хочу показать. Потому что и у наших клиентов в Саратске, и у клиентов других городов, и вообще у любителей Икеи вопрос. А где ты покупаешь, мне пальцем ткли? Вот эти QR-коды. Вот из-за этой дополнительной сертификации требуется сейчас проблема с поставками постельного белья. Потому что, допустим, постель пришла в магазин, числится. И если вот этой фиговины нет, ее каждой руками нужно замаркировать. Белье купить нельзя. Это не икеевская забава, да? Это забава государственная. Да. Поэтому на Икею не ругайтесь, на посредников не ругайтесь тоже. Они здесь ни при чем. И, наконец-то, мы это видим в полном объеме. В общем, смотрите, какой лайфхак. Это линейка. А Скокс Викен. Подносики по 49 рублей. У нас все, менеджеры вовсе угорали. Зачем эти подносики? А клиент один раз заказал, приходит, говорит, что ты прикола не получил, что за жена за шляпу заказала? Лоток для хомяка. Хорошо, хоть не для мужа. Значит, пластиковые лоточки по 49 рублей. 10 на 15. А тут на 4 хомяка лодки. Да. А это вообще штанга для полотенец. Но если хотите, вы можете, например, да, часть оставить для полотенец, часть для каких-то других нужд. Очень удобно. А дальше в серии есть крючки круглые. Крючки вот такими петлями, но ценника нема. Только вот на эти, типа 99 рублей за две штучки. И держатель для туалетной бумаги. Кстати, вот такие вот держатели очень хорошо использовать как держатели для штор. Только в Лероне покупайте. У нас сгни за полтора года, надо поменять. Ну, эти будут вечные, я сразу скажу. И даже я, наверное, буду готов перекрасить ее в белый цвет и себе в ванну закинуть. Потому что она, которая сейчас, она стремненькая. Уже совсем никакая. Дима, ты меня домой не пустишь. Я к нам улыбну в столу нашла оборудование. Да, и параллельно, параллельно, со мной не пускайте кошаков. Почему? А, ну да, это прям даже... Это вообще, это... Это прям рай. За 1200 вы кошака не простите. Лампа настольная фикс... Фикснес. Изык сломает. Так вещь очень интерьерная. Мне прям... Красивая. Ее где-то вот так вот в уголочек в комнату поставить, да, да? Рядом со страндмоном, а? Да. Коричневым. Да, здесь, кстати, все тканевое. То есть тут слой ткани и здесь слой ткани. Короче, колготки бабушки вы натянули. Ой, господи, вот так и живем. Ну, серьезно? Выключены, включены. Лампочка, соответственно, продается отдельно. Пойдем еще одни колготки тебе покажут. Сейчас вообще в обморок упадешь. Это кого колготки? Не знаю. Ну, есть основания. Жанна Гузаровой. 2500 Абажур. Эльвстар. Под хром. 51 сантиметр. Давай разбираться, что здесь. Пластик. Да, пластик на пластике. То есть пластиковый камень. Свет, свет, свет. Есть свет. У нас техника не справляется с объемом информации. Так, давай разбираться. Продолжаем. 51 сантиметр. Здесь два слоя. Они полностью прозрачные. Один большой. И на него через нитку настрочены вот эти вот волны. Я вообще сначала думала, как будто он металлический. Тихо, не трезит. У меня фокус. Можно лампочку включить? Ему тяжело. Давай. Ну, прям хай-тек, хай-тек. Прямо это даже не хай-тек, это космосов, можно сказать, да? Не знаю, прикольно. Мне нравится. Иди снимай. Здесь я сижу. Сюда 2000, да? Нет, 2000 и 2500 верхушка. 4500, такой торшер. Прохожка тут дороговатая. Дима, я выдру нашла. Не знаю, я уже. Выдру моргающие. 750 рублей, 13 сантиметров. Выдра разноцветная. Ребенок может выбрать один цвет или использовать светильник в режиме автоматического переключения. Значит, без света. Такой синеватый, сероватый, розоватый. Что-то бежевое, зелененькое, синенькое, еще синенькое. В общем, оттенков много, 750 рублей. Интересная штучка, когда детки боятся в темноте спать. А вы купили то, что мы рекомендовали? Мы рекомендовали. Потому что мы рекомендовали от души. Да. Мы их купили уже, потестировали. Знаешь, в чем интерес? Раз, отвлечемся немножко. Эта лампочка прям вообще чудо-сказка. Первый скажу. Она идет уже без батарейки. Нужны аккумуляторы на батарейке. Лада 2,450 миллиампер. Три штучки. Для того, чтобы заряжать. Да, я на юночековская девочка. Думал, что он уже с аккумулятором. Оказывается, она идет пустая. Ее обязательно вставляете в розетку. Она вот снизу зарядная. Ой, что я показываю? Снизу она идет зарядная станция. И когда вы включаете в розетку, идет небольшая такая подсветочка. И только когда дома нечаянно выключается свет в розетке, он загорается. Вот эта вся часть загорается. И как... Яркая лампочка. И параллельно он становится еще... И фонарем. Фонарем. Мы просто взяли с двумя типами яркости. Вот, допустим, при входе оставили. И где-нибудь в середине. В гараже, на даче, надо выйти вам в подвал. Взяли с собой фонарик, посвятили, взяли, зашли обратно, поставили на станцию. И он заряжается обратно. Эй, зимируй. Вообще огонь. Штука классная. Я вот даже такой до экспресс не видел. Любите лялика. Поэтому я очень буду всем рекомендовать всегда и всюду. Пойдем покажу. Вот новый. Вот этот у нас будет висеть дома, Татьяна Павловна, когда я сломаю стенку. Ну да, кстати, это очень красиво будет подсветка над столом. Красиво. Погласишь с собой. Согласна, как Вась. 6 тысяч рублей полностью металлический. Татьяна соглашается второй раз со мной. Первый раз это было в ЗАГСе. А сейчас... Вы спросите, какого цвета у него потолок в коридоре. Соглашаются с ним второй раз. Корешневый. Ого. Смотри, какой барабан. О, стеклянный. Вот. Катарп. Катарп. Стекло никелированное. Потолочный светильник. Ой, слушай, можно, кстати, скоро будет светильники. Потому что Икея нас услышала и встали внизу их. Потому что наверху нереально все показать. Так, высота 13 сантиметров, диаметр 33. Ребят, ну неушибаемый будет светильник. Только куда его применить? Ой, у нас осталось неразыгранных два подарка. Это второе и третье место. Кстати, да, друзья. Светильник как раз оказался у нас, который вышел из ассортимента. Плетеный бумажный. Если победители вы в течение, не знаю, до того момента... До конца февраля. Пускай будет так. Не объявитесь, мы будем переигрывать данный продукт. Так что, имейте в виду? Ну, скоро не за горами у нас новый розыгрыш в подарок. Мы подготовим вам что-нибудь интересненькое. Космический дизайн у нас еще есть в золотом оттенке. Я думаю, мы все-таки прикрули. Золотой выглядит более интересно. Да. Как ни крути. Вот с белым. В какую сторону крутить? А да в любую. 2 500. Более вырожди, хоть не крути. И вот смотри, какой очень красивый, нежный. В двух размерах. Лёкнесс. 1300 стоит маленький. Тоже пластиковый. Здесь такая тоже, ну, как бы ткань с эффектом пластика. Лепестки загнуть можно. И вот у большого я очень хотела бы ценник найти. 1600 стоит большой. Значит, у маленького диаметр 33, а тот, я так подозреваю, 50 с чем-то. Но неудобно, очень высоко. Задрали. 42 сантиметра большой. Его видно? А у большого совсем другая картинка. Смотрите, она не рисована. Это не принт. А, это тоже самое. А, это тоже самое. Там загнули дизайнера. Здесь не загнули. Это все. Хочешь загибай. А ну. А ну. А ну, давай цена. А ну, давай. Сори, а ну, я просто смотрю на более гладко. А там гадю сделал. Лохматый. Нет, гадя не делает. Значит, та. Вот с такими выступами, а это более гладко. Либо гадю кто-то сделал. Это сделано. Ой, давай вот это еще покажем. Вот это покажем. Это смотри, какое основание для настольной лампы. Прямо такое добротное. Всего 1300. Любой абажур. И красотища. И тяжеленькая такая. Единственное, что. Смотри. Вот это самое слабое место у икеевских. Вот таких ног. Нитку порвали все. Да, вот нитку, да. Потому что там уже поменяется сам механизм. Вот уже те же проблематические. Дима пробовал, не получилось. Нет, получается, но очень проблематично это все делается. Подставочка Анивара. Мы ее, когда снимали вчера, обзор приметили. Она нам очень понравилась. Стоит на 500 рублей. Смотри. Раз, два. Их все можно снять, эти бамбуковые вставки. Ну, использовать, например, для документов, для больших. По своему примеру, я могу сказать, если вы когда-нибудь приобретете этот продукт, снимите вот это что-то. Вы их потеряете. Вы их потеряете. Потому что я сужу по своему рюкзаку. У меня рюкзак примерно по такому типу создан. Для фототехники. Половину кармашков я уже потерял. Уже нету, хочешь не хочешь, но штучка очень стильная, красивая. Если уж использовать, ее использовать, как она, как стоит, как ест. Как родили, да? Да, как родили. Вот в таком виде. Так, мы в отделе для животных. Народу нет, сниму маску. 1500 сумка-переноска, очень достойная. Здесь можно не только... Я бы представляю, как сюда Акиту можно засунуть. Акиту нет. Две есть, только три сумки надо, чтобы Акиту засунуть. Смотри. Здесь окошечко, хорошие ручки. Интересный цвет, она вся непромокаемая. Ну, в общем, сюда мелкая собачонка, либо котейка залезет в карман. Мне вот интересно, неужели все породы собак и кошек спокойно могут сюда вот заходить? Ну, как уговорюсь. Короче, если бы ты был животным, ты бы не полезен. Я бы порвал нас на третки. Спасибо. Так, а еще смотрите, вот этот домик для кошки-иглу. 999 рублей. Ребята, не помню, показывали или нет, но очень полюбился хозяевам маленьких собачек. Типа Чухуахуа, Йорков и прочего. И еще вот для этого домика... Правда, может, для будущего Чухуи купим? Ну, мы еще Чухуи не завели. Ну, планируем. Мы хотим завести собачку Чухуахуа. У нас есть Акита, она живет с нашими родителями, наша собака. А мы очень хотим еще маленькую собачку. Ну, не решили, с кем она будет оставаться, так как у нас очень много поездок и постоянный, то Конгресс, то встречи, то съемки, то так далее. Вот если с собой... Вот как вы отнесете к тому, что я в кадре буду с собачкой? С подмышкой. Пошли. Можно. Так, мы в отделе оформления, это последний отдел. У Икея появилось много очень много красивых вазу. Вазочка, во-первых, хочу отметить вот такую вазу тайна. Она уже не первый раз появляется в ассортименте. Стоит она 200 рублей. Пометка Headmate, единственное, ребят, очень хрупкая. Что здесь, что здесь, имейте это в виду. Стекло тоненькое. Да. Дальше ваза Fnit Tig, 17 см, что ли, какой красивый перламутр. Я подглядывала. Замечена. 700 рублей. Каменная керамика, цветная глазурь, высота 17, диаметр 15. Пойдем дальше. Вот точно такая же, тоже Fnit Tig, темно-темно-серого, красивого, тоже перламутрового оттенка. Стоит она 900 уже рупий. У нас даже в ней видно. Вот тут она просто блестящая. В экран монитора кажется, как будто это металлический такой вот. Да, то есть, интересно смотрится. 900 рублей. Цвет металлический, как правильно сказать. А там мат. 26 см высота, диаметр 13 см. Ваза-фонарь Дремск появилась в другом цвете. 500 рублей темно-серого такого, сине-серого-дымчатого оттенка. Можете свечку сюда поставить. Железненькая свечка здесь провалится, только если большую таблетку. Но используется еще как ваза. Я вообще люблю такие универсальные вещи. Они, ну, по крайней мере, по минимуму место занимают в интерьере. А знаешь, куда я параллельно еще смотрю? Не на тебя. Я еще глазами ищу. А что мы еще нового не показали? Чиев, рема, 12 см. Кашпу для дома и улицы, каменная керамика. Глазурь только старую. Внутри она глина, глина, глина. Да, так надо. 350 рублей. Но она больше эту влагу будет впитывать? А туда грунт, дренаж делается специальным образом. То есть здесь нет дырок, поэтому здесь нужно подготовиться. Еще новые кашпулинки называются фнит-тирик. Фнит-тирик. 12 см. Зеленый для улицы. Господи, опять маски народу нет. А я все привычка уже. Такое, прям как куличик детский. Тыдыщ? Это тоже вот каменная керамика. 12 см диаметра внутренней горшочка. Если вы хотите туда кого-то посадить или поставить. Еще одно новое кашпу. Бак с му. Пултрон. 15 см для дома и улицы. Каменная керамика. Вот оно. Не надо. Пожалуйста. У меня от прошлого обзора еще не на упаковке. Ага, пожалуйста. Вот он. И смотри. Дремск. Белая глазурь. Красивая. Тоже как возможно использовать. 499 рублей 15 см. Фаянсы. Пигментированное порошковое покрытие. Он зелененький. Что-то. Вот он, по-моему. Циточка. Ну, оно давно уже. Просто его не было у нас. Шаронфрукт. 15 см. 600 рублей. Чиофрен. 15 см. 499 рублей. Ковер такой есть. Еще вспоминает старый иероглиф. Какой-то на стене полуразрушенный. Вот. Слышно, наверное, все. Хотя нет. Пойдем еще кое-что пока. Ой, тебе-бой-зимой. 849 рублей. Галлия. Мелон. Смотри. Малым нашим только не показывай. Сюда очень хорошо петуни сажать, тебе скажут. 850 рублей. И привезешь, и повесишь, и посадишь. Да я тоже так подумаю. Куда денешься-то? Так, смотри. Вот это кашпо мы не снимали. Это однозначно. Это тоже Фрид Тик. Только в сером. 1499. 24 см. 25 см. Высота. 33 см. Внешний диаметр. Максимальный диаметр горшка. 24 см. Цела шляпа. И в металлических кашпо, сокер, появился наконец-то новый, очень красивый бежевый цвет. Это 5-литровое ведерко. 24 см. Хотя, может быть, не 5, а 7, потому что вот 10-литровое стоит. И пойдем еще, пожалуйста, вон на ту стеночку, где расположены у нас леечки. Видишь, теперь тоже под устрофиолетовыми живые цветочки сидят. Хочу показать две новых лейки. Вот она, новая лечка. Очень красиво, стильно смотрится. 700 рублей. Ферен лик. Объем 1,5 литра. Ее можно использовать и для домашнего полива, и, ну, если, да, где-то на даче кто-то не сильно большой. Так, ягдфрукт в новом цвете. У меня матушка и Димина, и моя мама, и одна из подружек матушек пользуются вот такими ножницами. Дарили всем. Довольно и безумно. Это вообще для ухода за растениями. Ну, можете все, что есть в огороде, ими стричь. Порубать. 350 рублей, да, в капусту. В щепки прям, в щи. Икея 365. Классическая икеевская лечка в новом красивом мятном цвете. К ней же сокер появилась, бирюзовый. Но она у нас появилась давно, а у нас просто руки до нее не доходили. 499 рублей на литр. Вот этот носик съемный. Это полная имитация больших таких бабушкиных леек тяжелых. Не знаю, Дим, тебе довелось. Мне довелось ходить поливать такой лейкой. А мне довелось сразу 10-литровый таскать. Да? Ну, вот видишь, весело у нас было детство. Так, якфрукт, секатор тоже классный. Но в прошлом году мы покупали у матушки посылу за 350 рублей. 689 рублей. Но мама сказала, стоит этих денег. Очень надежный, хороший плотный металл, удобная ручка и есть безопасная фиксация. Внимание, заборы нельзя резать. Не, не, нельзя. Так, и сокер, а это лейка сокер. Мы лучше показывали набор, был бы, был бы. Он каждый год меняется, ну дорого, стоит 350 рублей. Что 99 в прошлом году было. Вот так. Все, Дмитрий Юрьевич. Новинки закончил. Кстати, неожиданно опять у нас обзора окажется, наверное, не менее 40 минут. Мы выкопали все. Хотя предполагали мы, что это не больше 20 будет. Мы нашли. Новинки все-таки с тобой. Sorry. И стандартная процедура. Есть как и слов в ваших комментариях. Лайк, подписка. Вам не сложно, для нас очень приятно. Дизлайки тоже ставьте. Но только до того, ну не ставьте до того, как выйдут в видео. Потому что как-то неинтересно. Ребята, давайте мы придем к 100 тысячам, пожалуйста. Чуть-чуть. Осталось практически совсем немножко. Это цифра достижимая. Да. Мы будем первым профильным каналом Икея, который снимает только про Икею, с серебряной кнопкой. При помощи вас. Да, вот. И ждите, скоро мы объявим новый розыгрыш. Пока. Пока.